Все линейки в школах для первых и одиннадцатых классов пройдут по особому графику. Расписание на сайтах школ. Что касается масочного режима, то в обязательном порядке его будут соблюдать сотрудники пищеблока. Рекомендовано могут носить маску учитель, но мы реально понимаем, что в маске работать учителю очень сложно. И, конечно, мы понимаем, что наши педагоги будут работать без масок. По крайней мере, если руководитель не так проговорит. И также к ученикам. К учителям и к ученикам нет жестких требований по ношению масок. Только сотрудники пищеблока. С начала нового учебного года учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Для этого родителям необходимо подать заявление на имя директора школы. То же самое касается детей из малоимущих и многодетных семей, а также детей граждан, которые подверглись радиационному облучению из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Прилагать какие-либо дополнительные документы не нужно. Обучающиеся начальной школы, которые имеют статус «Ограниченные возможности здоровья и дети-инвалиды», по-прежнему основанием будут обеспечиваться бесплатным двухразовым горячим питанием, как в прошедшем учебном году. На основании заключений, которые у них есть, психолога медико-педагогической комиссии, и заявления родителей, поданных на имя руководителя образовательной организации. Сумма питания на день составляет 65 рублей. По этим вопросам в Управлении образования работает горячая линия 2-11-82. Все образовательные учреждения уже получили деньги на организацию бесплатного питания. Также Бердску выделили более 7 миллионов рублей на приобретение дезинфицирующих средств, термометров и бактерицидных ламп. 1 сентября откроется новая школа на микрорайоне Южный. В этот день она получит лицензию. 2 сентября. 2 сентября.